Здравствуйте! В эфире новости на Саха-24 в студии Юлия Великодная. Открытие автозимников на федеральных трассах перенесено на более ранние сроки. Управление дорог Вилюй сообщает, что исходя из фактического состояния толщины льда и погодных условий, движение по направлению Якутск-Нижний Бестях откроют 25 декабря. По ледовому зимнику пустят автомобили грузоподъемностью до 10 тонн. Для переправы все готово, подъезды и полосы для движения обустроены. К тому же установлены дорожные знаки и информационные щиты. Организовано круглосуточное дежурство дорожных служб. Пенсионный фонд России до новогодних праздников перечислит в банки, причитающиеся гражданам пенсии, чтобы пожилые люди могли получить их уже в первых числах нового года. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов. Он также напомнил, что с 1 января 2018 года пенсия по достижении возраста будет проиндексирована на 3,7% и в среднем по России составит 14 тысяч рублей. В самое отдаленное горное село Тополиное Тампонского улуса завезено 640 тонн сырой нефти для котельной, запасов которой хватит на два месяца. К тому же завершен первоначальный цикл строительства новой долгожданной котельной. Отрадно отметить, что в этом году с обустройством переправ через горные реки наладился завоз жидкого топлива для котельной села Оленеводов Тополиное. Температура воздуха в горах всегда ниже, чем в других наслегах Тампонского улуса. Поэтому зиму здесь всегда ждут настороженно. Но в этом году ситуация несколько иная. 640 тонн завезено нефти сырой. В этом году ввели 9 домов новых. Из-за этого у нас сейчас даже экономия немножко идет. Завершен также и первый этап строительства долгожданной котельной. Уложен трубный фундамент и возведен каркас будущей котельной из сэндвич-панелей. Завезено все необходимое оборудование. Успели только установить каркас котельной. Завезли оборудование. Это 4 котла, каждый котел по 2 мегаватта. Насосную группу завезли полностью. С наступлением тепла строительство котельной продолжится. Срок сдачи намечен на начало отопительного сезона 2018 года. Нина Ханарова, Мария Винокурова, Андрей Сокор, НВК Саха, Тампонский, УЛУС. Перед новогодними праздниками объем продажи пиротехники резко возрастает. На чем и наживаются продавцы, предлагающие жителям небезопасный фейерверк. Сейчас праздничную взрывчатку можно приобрести на любой вкус и кошелек. На что обратить внимание при покупке в сюжете Виталия Абрамова. Новогодние праздники – один из наиболее пожароопасных периодов. В прошлом году с 30 декабря по 10 января было зарегистрировано свыше полусотни пожаров. Не обошлось, к сожалению, и без человеческих жертв. Были и такие случаи, когда новогодние салюты залетали на балконы многоэтажек. Поэтому в это время оперативные службы начинают работать в особом режиме. Огнезащитная греха должна быть доступна в месте. В первую очередь на сертификацию отездки продаваемые изделия. Также инструктаж продавца, который реализует непосредственно вот эти изделия. И наличие огнезащитных средств. Мелких нарушений более чем достаточно. Но инспектор отмечает, что с каждым годом их все меньше. Специалисты советуют приобретать фейерверки только в сертифицированных торговых точках. И тщательно осмотреть само изделие. На срок годности и на наличие сертификата надо обращать. На любом изделии дата конца эксплуатации указана. Это обязательно. И по серийному номеру требуется сертификация ответствия. Но даже несмотря на инструкцию на русском языке, хорошее оформление и наличие маркировок, салют может оказаться серым. Специалисты МЧС на базе испытательно-пожарной лаборатории ведут постоянную работу по выявлению некачественной пиротехники. Проверяется соответствие их характеристик, имеющимся сертификатом. Соблюдаем технику безопасности. От ближайших зданий больше 30 метров должно быть, но не меньше. То есть не допускается разлет частиц в сторону жилых домов. То есть у нас у всех есть балконы, то есть где там люди хранят свои вещи, которые могут загореться от данного пиротехнического изделия. То есть большинство пожаров происходит именно по этой причине. И тут же вполне сертифицированная римская свеча дает осечку. Она не соответствует данному классу опасности. То есть разлет частиц нестабильный, то есть взрывается на уровне лица. То есть вполне возможно, что кто-то при использовании этого пиротехнического изделия пострадает. Таким образом и выявляются бракованные изделия в отношении продавца на счета проверка. Ежегодно в преддверии и во время новогодних праздников только в одну республиканскую больницу попадают десятки якутян, пострадавшие от некачественных фейерверков и в основном это дети. Обратилось в отделение около 10-12 детей, которые пострадали от некачественных фейерверков и неприсмотра родителей. Травмы бывают... Ну вообще любая петарда имеет взрывной характер. Взрывной характер плюс термический ожог температурный. Глубокий при попадании петарды на тело или на кожу, она углубляется, усиливается. И, соответственно, ожог сам по себе довольно-таки глубокий. Фейерверки – непременный атрибут Нового года, но именно этот период считается наиболее пожароопасным. Соблюдая правила безопасности и используя только качественную пиротехнику и праздничный салют, вы получите только положительные эмоции. Виталий Абрамов, Владимир Павлов и Георгий Григорьев. НОКОСАХА. В этом году исполняется 95 лет со дня образования Народного комиссариата просвещения ИССР. Он был образован 1 июня 1922 года. Первым нарковым просвещения Молодой Автономной Республики был утвержден государственный деятель Семен Донской II. На этой ответственной должности также работали такие видные деятели, как Платон Аюнский, Семен Сюльский и другие. Сегодня в здании Дома правительства в Якутске состоялось торжественное собрание всех деятелей Народного просвещения. С поздравительными словами выступили министры образования разных лет и руководство республики, где были вручены ведомственные награды. Сегодня, получается, как вы знаете, мы реализуем проектное управление. Это один из механизмов для того, чтобы реализовать стратегические направления нашей деятельности. Это касается и дошкольного образования, где мы будем строить детские сады, используя, в частности, государственное частное партнерство. Это и общее образование, где мы продолжаем строить строительство школ для ликвидации второй смены и аварийных ветких школ. Руководство горнорудной компании «Алдан Золото» предоставило возможность сотрудникам получить денежное вознаграждение за лучшее рабочее место. Безопасность, эффективность, рациональность. Золотодобытчики ориентировались на разные критерии. В 150 тысяч рублей получит победитель конкурса за самое безопасное и эффективное рабочее место, которого определят среди цехов горнорудной компании «Алдан Золото». Конкурс стартовал в четвертом квартале этого года и будет проводиться на постоянной основе. Собственно говоря, тройка лидеров уже очевидна, и одним из претендентов на победу является участок сгущения золота извлекательной фабрики, где все сотрудники – это женщины. Может быть, именно поэтому коллектив выбился в лидеры. Помыли, почистили, покрасили. Нам помог начальник отделения, как раз старший мастер в этом деле обязательно. Мы везде повишали предупредительные ленты, таблички, ну и все, что положено по технике безопасности. Ну и вообще технику безопасности мы сохранять стараемся полностью. У нас травматизм исключен на сгустителях на все 100%. Заявку на конкурс подали 15 цехов различных подразделений компании. Люди с энтузиазмом взялись за дело. Теперь куда ни зайди, все необходимое на виду и по полочкам. Намного удобно, все под руками, вот съемники, вот ключи. И ремонт производится непосредственно, попользовался, возвратил на место. Конкурс на самое безопасное и эффективное рабочее место возник на основе системы 5С, применяемой горнорудной компанией. 5С – это пять японских слов или пять шагов. Сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация и совершенствование. Результат системы очевиден. Теперь не нужно тратить время на поиск деталей и приспособлений, а значит, растет производительность труда. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, НВК Саха, поселок Нижний Куранах. Сегодня православный мир отмечает великий праздник – День Святого Николая Чудотворца. С его именем связаны многие церкви в нашей республике, одной из которых является Свято-Никольская церковь в Вилюйске. История города Вилюйска неразрывно связана с Николаем Чудотворцем. Ведь как только в Вилюйске оказались казаки-первопроходцы, они как путешественники привезли икону и поставили часовню, посвятив его имени. Ну а позже был воздвигнут храм. Но, к сожалению, в советский период все было разрушено. Мы снова открываем для себя наши исконные православные традиции. И храм, в котором мы сейчас находимся, посвященный святителю и чудотворцу Николаю, является свидетелем этого возрождения. Святитель Николай почитается Святой Церковью в году несколько раз. На сегодня, 19 декабря, этот день основного праздника святителя Николая. И сегодняшний день во всех православных храмах совершаются торжественные службы, так как святителя Николая чтит весь мир. У нас в Вилюйском благочине все три храма названы именем святителя Николая, милитийского чудотворца. И это не случайно. С малых лет знаем, что каждую весну наступает Никола, и народ почитает. На сегодняшний день большая радость в святом храме, потому что в прихожане имеет возможность молиться у святыни, которая, казалось бы, могла совершенно исчезнуть. Она чудом сохранилась в эти страшные годы. До нас не дошли сведения, кто ее сохранил, при каких обстоятельствах. Но, тем не менее, Господь передал в наш возрожденный приход эту икону. В этот светлый день все верующие посещают богослужения в храмах и обращают свои молитвы к святому Николаю Чудотворцу. Многие просят защиты и покровительства. Ведь, как известно, Великий Святой является скорым помощником во многих трудностях и делах. Анна Васильева, Накентий Кулисов, НБГ Саха, Вилюйск. Подросток готовит новогодние подарки. Традиционно общественная молодежная организация собирает их силами неравнодушных горожан, предпринимателей и промышленных компаний. Более тысячи сладких подарков подарят членам клубов подростка. А именно детям, которых воспитывают только отцы, молодые мамы и пожилые попечители. Еще 200 гостинцев раздадут в рамках акции «Волшебство». Подарки готовы отправить и другим детям. Кроме этого, сегодня в подростке можно оставить вещи нуждающимся. Достаточно лишь прийти в организацию и положить их на полку. У нас есть подопечные семьи. Это школа-интернат номер 28 и школа номер 2. Мы делаем подарки для несовершеннолетних, которые на сегодняшний момент находятся в следственном изоляторе. Делаем подарки. Реабилитационный центр Горного Улуса тоже много лет с ними сотрудничаем. Они к нам приезжают за подарками. В этом году мы большое количество подарков, порядка 143, делаем. Есть у нас общественная организация «Память». Это дети воинов, кто был на локальных воинах. К этому часу у нас все новости. Оставайтесь с нами.